что продолжаем с грунтом грунт просох в камере пока мы там работали межслоечка потом поставили на него лампу лампу он постоял наверно больше получаса из того что наносили тут я подливал ничего никуда не потекло даже не не поднаплыла камера не падать даже не поднаплыла растянулся хорошо растянулся в последний слой еще добавили разбавителя и теперь толщина мер так чисто глянусь сколько у нас получилось и тут где наливал пожирнее вот самостоятельно третий слой посмотрим так среднем сколько осталось то есть тут было порядка девяносто плюс-минус посмотрим сколько останется после перетирки на какой наждак ну на 360 наждачок конечно не мульти дырочки просто сравнить потому что наждак просто не собирает пыль мир к смердо у смердо цель сетка я думал мир к керамик но не знал не знал а как мазер на чуть помельче покажу просто забивать или нет нет ну тут все видно грунт полностью высох под инфракраской все нормально далее перетерто все под покраску красить будем сейчас 3 слойкой 41 в тонированным лаком ну такой геморройный цвет просто попробуем блин просто попробуем сейчас покажу толщина мерам что мы фактически ничего тут и не сняли тут где на углах потолще было тут да конечно и получше получилось продавить но после перетирки как бы немного и ушло краску нам сделал дима веселую первый слой сейчас спрячемся первый слой эффектный первый слой эффектный 41 в 2 слой эффектный и лак 3 4 слой то есть это даже не трехслойка это 4 слойка получается и в этом мы попросили просто самое сложное что есть потому что этот цвет можно тремя или двумя скольки двумя путями этот цвет можно решить или тремя но это сделать можно сделать с тонированным биндером вариантов есть послой есть второй слой есть второй слой без зерна и плюс это все покрывается еще тонирован но есть еще вариант он говорил где без тонированного лака то есть тонирует биндер потом покрывает а лаком закрывает понятно то есть вариации решения есть несколько но мы выбрали самый сложный и посмотрим что у нас получится у нас есть образец этого цвета насколько мы уйдем от этого цвета сторону а мы по-любому уйдем в сторону чуть-чуть ну да мы просто эксперимент даже мы даже образца тут не имеем рядом мы просто ну возьмем мы сделаем и посмотрим насколько это будет не похоже а в два может быть и повезет то есть тут такое у нас честно задача не в цвет попасть а просто выбираю захотелось на вот таким покрасить вот покрасим таким она и интересно и показательно полезно для всех у нас как бы больше проба грунта мы высушили его перетерли окрасим а уж чем окрасим это вопрос третий а здесь как первый слой ну понятно укрыли а вторым словом сколько наносится мы должны понять мы должны понять мы должны были делать тестовые выкраски меняет оттенок да ну вообще сколько примерно выше вычисляли 2 и потом я понял когда мы укрыли да вот так вот так выглядит первый слой краску краска для первых слоев ей до укрывистости то есть это подложка как бы но это подложка эффектная отсюда и все приколы что эту краску стык покрасить сложно подобрать сложно но смотрится очень красиво то есть это из разряда уже того что раньше это было эксклюзивными окрасками то сейчас это делает завод и и и и Продолжение следует... 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 вообще кардинально отличается от предыдущего и вот попробую в этой по сути раз два три четыре трехслойки три цвета угадать какого слоя сколько надо нанести было вот здесь но при этом освещение не сильно будет заметно но этот более прозрачный он светлее хоть и ненамного но вот такой оттенок при стыке конечно будет отличаться выхода сильно сейчас тест принесем вот есть тест панель оригинальная да ты знаешь еще и так еще так и неплохо с учетом что это пластик если сделать на один слой меньше темнее как бы у вас лица вот я так стою ну вполне неплохо тем более что это пластик а ну да дело тут светлее темнее вот это лучше даже вот это лучше получается да то есть тут еще прикол какой надо угадать надо если делать с выкраса надо делать с одним слоем лака с одним слоем второго слоя с двумя слоями лака с двумя с вами того ну короче играться это примерно штук 15 выкрасов сделать чтобы точно понять что тебе надо ну да вот тут мне больше нравится казалось бы не ожидали лайк вот такие вот приколы подведем такой краткий итог грунт очень бюджетный он действительно очень бюджетный там цена что-то в районе 12 долларов и так понял на но как он нанесся мне понравилось как он растекся мне понравилось терся он нормально одно но поскольку он бюджетник поскольку он бюджетник от него не получить быстро прямо быстрой сушки за ночь в принципе я так понял высохнет нормально под инфракраска высохнуть нормально но требовать от него скорости не получится перетерся четенько красивенько на первом слое даже смотрим это какая риска была на руке и все четырехсоткой ну даже на первом слое ни черта не видно но это не заслуга грунта это заслуга краски то что спрятала ну грунте отработал нормалек покраски это нам было интересно эффект даже получился чуть лучше чем ожидали да и все с этой панелью мы закончили теперь у нас еще будет тест одного лака тот который более такой высокой линеечки полутораслойные и в принципе все